Второе Соборное Послание Святого Апостола Петра Глава первая Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас с напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетённым басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к Нему такой глаз. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором моё благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт расцветать день, и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи и человеки, будучи движимы Духом Святым». Глава 2. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеутители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел поток на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших, тогда, как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршуствуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приручено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обречен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские походи разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тленья. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице, пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи. Глава третья. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, преждеречённые святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, всё остаётся так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божием небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в Который воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неосквернёнными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно разумительное, что невежды и неутверждённые к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok